Даже вот очень символично, что на это мероприятие, которое мы сегодня с вами проводим, здесь с детьми, которыми мы являемся, в принципе, город не собрался. Город не собрался. Вы это видите. Трибуны, вот эти трибуны, они уменьшают три тысячи человек. Ну, я стоял, когда смотрел со сценой, ну, моя оценка, ну, около тысячи, даже нет тысячи человек. И, при этом, понятно, что в этой тысяче пришли и те, кто приехали сюда, собственно, на соревнования. Ну, то есть, собственно, горожан, которые заинтересовались этим, ну, не более, это плохо. Это плохо, когда, собственно, в таком городе, как МИАС, мы не видим некого общего объединяющего центра. Задача, и мы видим, к чему это приводит. При том потенциале города, который есть у МИАСа, потенциал огромный. Мы, собственно, когда дали заявку на то, что МИАС будет получить режим тассера, мы, собственно, это оценивали. Я вот опять не про спорт. То есть, у нас есть четыре тассера, четыре тассера. Два тассера мы дали городам, которые находятся в тяжелой ситуации. Три бокалы, верхние поле, два – это зато, это другая история. И вот, собственно, именно МИАС – та территория, которая может выстрелить в тассере. Потому что потенциал самого города, потенциал тех людей, которые здесь живут, машиностроителей, людей с большим потенциалом, он, конечно, огромен. И я уверен совершенно, что режим тассера, если мы его здесь получим, пока идет одобрение по этому поводу, то он даст рывок этому городу. Это вот та территория, которая может проявить максимальные возможности в режиме этого мероприятия, в дальнейшей экономики. Для того, чтобы это произошло, очевидно, что надо, чтобы было общее понимание у всех жителей. И для меня, повторюсь, вот очень символично, что мы сегодня собрались вот таким образом. Это говорит о том, что в городе надо будет проводить огромную работу. И это задача, и депутатского корпуса, и нового главы, который будет, его командой. Мы к этому подключимся. Мы, как правительство области, к этому подключимся. Но задачи все, и все инициативы, все мысли, которые будут направлены на развитие этого города, они должны генериться здесь, в этой территории. Они могут, конечно, быть привнесены нами, но они максимально должны быть здесь. Вот, наверное, о том, насколько мы тут пока готовы к труду и оборудованию. Пока я бы сказал, что с этой точки зрения норматив не сдан. Норматив не сдан, если бы возвращаться к труду. А что касается того, что мы делаем для массового спорта, вот это не все-таки, а теперь хорошее. У нас реально это 100-летие, 100-летний юбилей. Это действительно удивительная дата. Мы вчера смотрели, 100-летний юбилей физкультурного движения, мы вчера смотрели эти фотографии, вот эти 100-летние фотографии, как это все начиналось. Вот этих вот, вот этих вот энтузиастов спорта, которые... В 2018 году, мы примерно понимаем, какое это было время, насколько точно оно было несытым. Но люди стремились, это людей объединяло, и всегда спорт объединял. Всегда вот это вот удовольствие от физической активности, вот это вот удовольствие от физической активности, кто занимает спорт, он понимает, о чем я говорю. Оно объединяло людей, оно формировало в них вот это ощущение жизни. И мы это будем максимально поддерживать. Теперь о большом, то есть о большом спорте. Мы, собственно, от чем поддерживаем? Мы создаем инфраструктуру. Вот мы сейчас с вами стоим на том поле, которого в том году еще не было. Вот мы на нем стоим, вот они дети, которые хозяева этих полей. Мы в этом году заканчиваем биатлонный стадион в Златоусте. Мы начали строительство шорт-река в Челябинске. Ну и, собственно, по сути, текущий этап заканчиваем на Рифе. И сейчас проверяли текущий этап. И запускаем, и запускаем, как посредство бассейна в этом году. И Рифе через год будет полностью соответствовать требованию пятибории. И мы, в общем-то, увидим с вами еще, и увидим, если хватит здоровья, сил, и будем давать вовремя норму ГТО, увидим еще и чемпионов по пятибории у себя. Собственно, календарь очень хороший у нас спортивный, в больших соревнованиях. Всем приглашаю нас к губернатора по хоккею, который начинается во вторник. Потом будет кубок Рамазана. Он переведет кубок Рамазана. Второго сентября начнется регулярный чемпионат КХЛ. Челябинск живет хоккеем. Уверен, что у нас в этом году будут успехи в хоккее. Причем, это мне легко говорить. У нас может быть успех хоккея на тракте, а может быть у Металлурга. И все время это у нас. И все время это у нас. Это очень здорово. Это очень здорово. У нас, собственно, два этапа Кубка мира по фристайлу здесь, на Солнечной долине. У нас всадки. Всадки. Вот в августе месяце финал чемпионата России по шахматам. То есть вот такие глобальные массовые массы российского и международного уровня соревнований, которые, ну точно, вот этот календарь, или те, кто следит за спортом, дают возможность им реально включаться в эти процессы. Это будет праздник. Надеюсь, что на этих праздниках посещаемость будет выше, чем в МИАСе. Выше, чем в МИАСе. А задача МИАСа все-таки найти себя и максимально использовать все возможности. Вернуться к некой консолидированной позиции, в понимании того, как этот город должен развиваться и как он должен реализовать свой огромный потенциал. Мы в этом плане всячески готовы. Спасибо за внимание. Спасибо, как все. Спасибо.